Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях пятницы, 14 декабря. Смотрите в ближайшие минуты. Тупо обманывать покупать. В Новый год с хлопушками и без хлопот. Как уберечь себя от контрафактной пиротехники? Выращивание ели специально для новогодних праздников. Расти елка большая и маленькая. Где и как выращивают главный новогодний символ? Он рычит, грызет, рвет. Но команду «Голос», к сожалению, с детства у меня не получилось выработать. Лучшего определят по нюху. В Калининграде начали подготовку четвероногих пограничников высокого класса. Будет проведена экспертиза всего комплекса зоопарка. И все интересные моменты, сохранившиеся исторически, они будут как предмет охраны поставлены и включены в реестр объектов культурного наследия. Обсудят со всех сторон, чем завершился конфликт вокруг калининградского зоопарка. Наша цель такая, чтобы к нам пришло больше молодежи в этот театр. Из дворца культуры в театр. Калининградский дом культуры рыбаков начал новую жизнь. Теперь подробнее. В эти выходные в Калининграде ожидается резкое ухудшение погоды. Сотрудники МЧС предупреждают всех горожан с 15 по 16 декабря не планировать поездок на личном автотранспорте, соблюдать скоростной режим и избегать резкого торможения. В указанное время в области ожидается метель на дорогах снежные заносы, а также налипание мокрого снега на провода. В случае аварийного отключения электроэнергии МЧС рекомендует запастись резервными источниками питания – электрическими фонариками. И еще одно предупреждение. Новогодние праздники сложно представить без хлопушек, фейерверков и бенгальских огней. Но продавцы этих праздничных товаров предупреждают, что внутри самой безобидной петарды находится порох, а покупка контрафактной пиротехники может не только испортить праздник, но и навредить здоровью. Так Вячеслав Земляк оценивает работу торговцев контрафактных фейерверков. Владелец собственного магазина пиротехники знает в этом толк. Он уверен, продавцы подделки наносят сильный урон его бизнесу. Цены у мошенников на порядок ниже. Вдобавок некачественные петарды просто опасны для здоровья. Не вылетит заряд. Второй не вылетит. Вы держите в руке. Третий. Куда ему деваться? Впереди затор и сзади затор. Разрывать. И разрывается это все вместе с рукой. Чтобы уберечь себя от испорченного праздника, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не покупать пиротехнику на рынках и из микроавтобусов. На улице снаряды в петардах отсыревают, а это грозит непредсказуемым взрывом. Второе правило. Обращайте внимание на упаковку. Там обязательно должна быть инструкция и описание изделия. Если продавец заверяет, что такая информация находится внутри, лучше избежать такой покупки. Маленькой елочке не холодно зимой. В Калининграде в преддверии Нового года уже начали открывать елочные базары. Откуда берутся эти праздничные деревья? Наша съемочная группа отправилась в питомник для елей и узнала, как выращивают главный символ Нового года. Елочные базары начинают появляться в городе с середины декабря. Деревья на такие базары привозят из Польши, но большинство из них местные. Те, что привозят легально, выращиваются в специальных елочных питомниках. Есть два способа, как елка из питомника может оказаться в вашей квартире. То есть это выращивание ели специально для новогодних праздников. А второй путь – это рубки ухода в молодняках, то есть уходы за лесными насаждениями в загущенных хвойных насаждениях. Таким образом на продажу могут поступить те, что оказались лишними в питомнике. Время созревания одной ели около 10 лет. А на место срубленных деревьев высаживают новые. Причем не позже, чем через год, иначе место для посадки зарастет кустарником. Но нередки случаи и незаконной вырубки новогодних деревьев. В новогодний период у нас усиливается охрана именно за хвойными насаждениями, еловыми в частности. Сосновы у нас тоже пользуются успехом на Новый год. Следить за порядком в питомнике приходится не только сотрудникам лесничества, но и полиции. Стражи закона будут патрулировать этот лес до 31 декабря. А вот администрация города уже давно отказалась от натуральных деревьев. Главная елка Калининграда была куплена в прошлом году за рекордную цену – почти 6 миллионов рублей. И, несмотря на стоимость, оказалась с браком. Цвет верхушки отличался по цвету от остального дерева, но подрядчик за свой счет исправил брак. Монтаж ели на Площади Победы закончится 15 декабря, а разберут главный символ Нового года только во второй половине января. Илья Ишутин, Дмитрий Казаков, Виктор Буздин, служба новостей «Город». На лечение алкоголизма специалисты бросят больше сил. Гимназия номер 40 вместе с учителями переедет на новое место. А десятки талантливых людей соберутся ради спасения одной жизни. Более подробно об этих и других темах в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». К 2016 году в Калининграде откроют центр реабилитации для больных алкоголизмом. Об этом заявил Владимир Вольф. По словам министра здравоохранения, сегодня в области от пагубной привычки страдают около 12 тысяч человек. В ближайшие годы в регионе создадут новую систему лечения. Часть, которые пациенты будут проходить в наркологическом диспансере, а часть в новом реабилитационном центре. В следующем году гимназия номер 40 переедет с улицы Комсомольской на Сельму. В новом здании школьников ждут просторные классы, современная столовая, лаборатория, бассейн, планетарий, спортивные и тренажерные залы и стрелковые тиры. Если родители не согласны с переездом, их дети смогут продолжить учебу по старому адресу. Там будет работать другое образовательное учреждение. Бороться нужно до конца. В эту субботу в актовом зале БФУ имени Канта пройдет благотворительный концерт в поддержку Петра Борисевича. Уже больше года из-за серьезной болезни он не может встать с постели. Чтобы найти деньги на лечение Петра, его друзья подготовили увлекательное шоу. В программе вечера выступления вокалистов, среди которых Алиса Гелес, акробатические танцевальные номера, балет, флешмоб и многое другое. Начало в 16.30. Стоимость билета 200 рублей. Успей первым. Билеты на посещение спортивных мероприятий и церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи начнут продавать уже с февраля 2013 года. Сделать покупку можно будет на сайте оргкомитета «Сочи-2014» и в официальных точках продажи билетов. Полный список которых будет доступен на сайте tickets.sochi2014.com Штрафы за брань могут увеличить. В список попали книги, фильмы, а также массовые мероприятия. Если там будет использована нецензурная брань, то нарушители ждут крупные суммы. До 2500 рублей будут штрафы для граждан, до 5000 для должностных лиц и до 50 для юридических. Мат не допускается и в национальном фильме. С таким колоритом он вообще может лишиться прокатного удостоверения. Все эти новшества депутаты Госдумы рассмотрят уже в ближайшее время. Курсы валют на выходные. Доллар США 30 рублей 69 копеек. Евро 40 рублей 22 копейки. Литовский лит 11 рублей 65 копеек. Польские злоты 9 рублей 82 копейки. Мгновенная тонировка попала под запрет. Речь идет о специальной пленке, которую можно наклеить и снять всего за несколько секунд. Большой популярностью она стала пользоваться среди водителей, когда выросли штрафы за тонирование стекол. От обычной тонировки мгновенная отличается простотой применения. Легко наносится и быстро снимается. Водители сразу разглядели в этом выгоду для себя. Даже если инспектор ГИБДД поймает его с поличным, ответственности за нарушения можно избежать. Инспектор останавливает. Водитель снимает тонировку. Инспектор его отпускает. Водитель проезжает километр, скажем, и опять выходит из автомобиля, наклеивает съемную тонировку. Депутаты Госдумы все лазейки решили прикрыть и совсем запретить мгновенную тонировку. Госавтоинспекторы теперь смогут изъять пленку на месте. А на водителей наложить штраф 500 рублей. Эти новшества депутаты Госдумы скоро пропишут в Кодексе об административных правонарушениях. Напомним, что первая поправка об ответственности за тонировку вступила в силу с 1 июля. Сотрудникам ГИБДД разрешили снимать номера с автомобилей с затемненными передними боковыми стеклами. В Калининградской области сейчас статистика таких нарушений меньше среднероссийской. За сутки инспекторы останавливают 5-10 машин. 20 декабря пограничники отметят День работников органов безопасности. Но встречать праздник будут не только люди, но и их четвероногие помощники. На границах области служат почти 160 кинологов с собаками. Наша съемочная группа побывала на погранпереходе Мамонова к Жихотке и узнала, отчего собака бывает кусачей. Он рычит, грызет, рвет. Но команду «Голос», к сожалению, с детства у меня не получилось выработать. Для пса по кличке Линд команда «Голос» невыполнима. Но в остальном это безотказная рабочая собака. А для своего хозяина – верный напарник. Как и у человека, у собаки тоже есть характер. Линд – истинный холерик. И шутки с ним плохи. Эта немецкая овчарка развивает скорость до 40 км в час. Человек за ней не угонится, а нарушитель точно не убежит. Это отличный помощник в розыске и преследовании контрабандистов. Но если Линд – это тяжелая артиллерия по борьбе с нарушителями государственной границы, то американский кокер-спаниель «Де Лайла» – орудие ближнего боя. На первый взгляд, небольшая и дружелюбная собака выполняет вполне серьезные задачи. Она – гроза наркокурьеров. Достаточно обижать пару раз вокруг машины, и вот он, заветный знак «Тайник обнаружен». В отличие от своего большого собрата, Де Лайла более словоохотлива. Она безошибочно покажет, где лежат или были когда-то спрятаны наркотики. Нюх у собаки в 10 тысяч раз чувствительнее человеческого. Как и у всех собак в питомнике, с ней рядом человек. Отношения между напарниками хоть и служебные, но без дружбы никуда. Конечно, дружба. Тут в первую очередь дружба, а потом уже служба. У собаки надо доверие заработать, чтобы она как бы, не знаешь, слушалась, команду выполняла. Погранпереход Мамонова к жеходке ежедневно обслуживает до 6 тысяч человек. Досматривается 4 тысячи машин в сутки. И собаки в работе просто незаменимы. У каждого питомца здесь свой наставник, и у каждого наставника только одна собака. Таким тандемом и проходит профессиональный путь пограничник и его верный друг. У всех 10 собак на погранпереходе строгое расписание. Питание 2 раза в день, 600 грамм сухого корма, тренировки 3 раза в неделю. И это не считая часов, проведенных в работе. По уровню подготовленности собаки здесь неплохие. Конечно, мы будем совершенствоваться. Будем отправлять специалистов в учебное заведение. Собака служит не более 8 лет. После 8 лет списывается. Взамен старой собачке мы подбираем новую собачку. Отправляем на обучение. В планах у кинологов пограничного управления начать перенимать европейский опыт. Постепенно таких, как Клинт и Делайла, сменит другая порода. Бельгийская овчарка. У нее и нюх отменный, и выносливость на высоте. Таким собакам просто нет равных в борьбе с контрабандой и нарушителями границ. А пока все лавры достаются вот этим четвероногим друзьям человека. Глеб Федотов, Юрий Жуков. Служба новостей. Город. Сразу после рекламы вы увидите. Будет проведена экспертиза всего комплекса зоопарка. И все интересные моменты, сохранившиеся исторические, они будут как предмет охраны поставлены и включены в реестр объектов культурного наследия. Обсудят со всех сторон, чем завершился конфликт вокруг Калининградского зоопарка. Наша цель такая, чтобы к нам пришло больше молодежи в этот театр. Из дворца культуры в театр Калининградский дом культуры рыбаков начал новую жизнь. Забег в инкассаторских мешках в музее Мирового океана отметят День рубля. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Все ремонтные работы на входе в зоопарк приостановили, чтобы сложившийся конфликт решить мирным способом. Напомним, в начале недели с подачи владельца кафе «Солянка» архитектурный ансамбль исключили из перечня объектов культурного наследия. Директор зоопарка такое положение дел не устраивает. В дело вмешался губернатор Николай Цуканов. Светлана Соколова, директор зоопарка, настаивала на повторной экспертизе. По ее словам, обсудить проект и договориться о едином изменении архитектурного облика так называемой входной группы с владельцами кафе «Сьешки» и «Солянки» ей не удалось. Она считает, что исключив вход в зоосад из списка культурного наследия, бизнесмены развязали себе руки и теперь могут перестраивать здания, как им захочется. Николай Цуканов на любое строительство наложил вето. Правда, от повторной экспертизы тоже отказался. Он считает, что проверить необходимо весь комплекс, также считают и в службе охраны памятников. Будет проведена экспертиза всего комплекса зоопарка. И все интересные моменты, сохранившиеся исторически, они будут как предмет охраны поставлены и включены в реестр объектов культурного наследия. Деньги на экспертизу уже заложены в бюджете. При проверке рассмотрят и проект реконструкции кафе «Сьешка». Сейчас же все работы приостановлены. Николай Цуканов также отметил, что если стороны недовольны, то их конфликт может решить суд. Вторая жизнь Дворца культуры рыбаков под новым названием. Теперь величественное здание с колоннами на проспекте Мира стало музыкальным театром. Ранее он располагался на улице Бассейной, но после долгих размышлений руководство театра пришло к выводу, что лучше нового здания, чем ДКР, не найти. Ремонтные работы начались там в конце сентября. И уже 24 декабря руководство театра обещает сдать объект на проверку. Дозначимой даты осталось меньше двух недель. Кроме строительного мусора и побелки, рабочим предстоит еще много работы. К примеру, покрасить стены и доделать главный зал театра. В нем смогут разместиться более 400 зрителей. Кроме этого, в новом зале есть оркестровая яма для 40 музыкантов. Оповещение сделано с учетом того, что артисты поют на сцене без микрофона. Для этого, по европейскому примеру, стены отделали деревянными панелями. Но даже такие новшества в музыкальном театре не главное для его руководителя. Наша цель такая, чтобы к нам пришло больше молодежи в этот театр, молодых людей. Чтобы они ходили, любили своих артистов. Вот это значит номер один. А вот все остальное это должно присутствовать, но это не так значимо. Помимо большого зала в театре появится и малый. В помещении бывшего ДКР уже успели привезти часть бутафорий и декораций. Но вот начало театрального сезона пока неизвестно. Для начала нужно восстановить репертуар. С новогодними елками тоже придется повременить. Несмотря на сдачу объекта 24 декабря, работы продолжатся и после. Всего на ремонт из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Янтарь в женских руках или как солнечный камень способен диктовать свои условия художнику. В Калининграде открылась выставка мастера из Клайбеды Тамары Эмсон. Привет из детства и желание привнести что-то свое в общепринятые идеалы стало основой в разработке ее украшений. Она подружилась с янтарем со студенческих лет. По профессии Тамара Эмсон художник-график. А по призванию оказалось, что ювелир. Правда, своих украшений мастерица не носит. Предпочитает выставлять их на показ. Ну на самом деле, да, существует такая поэтапность какая-то. И на самом деле вот каждая выставка персональная, ну это как-то такой итог, который позволяет тебе самому тоже со стороны так на это все взглянуть. И на самом деле, ну, получаешь такой толчок. Таких толчков в творчестве было уже два. Свои работы Тамара выставляла даже в Париже. Французские модницы просили изделия купить. Но этот мастер своим эксклюзивом не торгует. После экспозиции в Калининграде она снова отправится на каникулы. Отдохнуть от ювелирных дел и заняться семьей и собой. В Калининграде впервые отметят День рубля, встретят Кузнечное воскресенье и устроят новогодний наворот. Куда сходить и чем еще заняться в предстоящий уикенд? Смотрите в нашей совместной с порталом РУГРАД рубрики «Планы на выходные». В субботу Музей Мирового океана отметит День рубля. Всех неравнодушных к собственному бюджету ждут познавательные лекции об истории денег, пенсионных накоплений и налоговой грамотности. Гости праздника смогут принять участие в забавных викторинах и забегах в инкассаторских мешках. Целый день будет работать выставка «Нумизматики и книг». Начало мероприятия в 12.00. Согреться от холода в эти выходные также можно и во Фридландских воротах. Там открылась выставка «Новогодний наворот». В экспозиции елочные украшения, рождественские открытки и фотографии Европы и России 30-80-х годов прошлого века. Также в субботу в полдень для взрослых и детей организуют мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек и открыток. У калининградской группы «Трио Париж» день рождения. Ровно год назад ребята сделали свой первый творческий шаг. Разделить эту радость коллектив намерен со своими поклонниками. В воскресенье «Трио Париж» выйдет на сцену и исполнит публике песни из собственного репертуара. Концерт начнется в 6 вечера в экологическом центре на Ботанической 2. В эти выходные во Фридрихсбургских воротах пройдет кузнечное воскресенье. Зрители воочию увидят, как из огня рождаются кованые изделия. В шоу примут участие 10 мастеров. Им предстоит выковать сундук, который станет местом хранения символического ключа от музея. Посетители также ждут рыцарские поединки, шоу огня, выставки, лотерея. Вход с 12 до 5 вечера. В воскресный полдень областная филармония откроет двери для самых маленьких калининградцев и их родителей. Солисты филармонии покажут музыкальную сказку для детей на балу у принцессы. Цена билета 120 рублей. Удачных вам выходных! Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру. Также я напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте. 1городской.ру И это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Адрианика Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи. Далее не переключаемся. Вас ожидают финансовые новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова